Ты меня напугал вообще-то. Думал, ты решил отчалить. Нет, я ещё здесь. Это пока. И если хочешь с кем-то попрощаться, звони сейчас. Что, хочешь сказать, всё пойдёт по худшему сценарию? Нет. Но это в любом случае будет большой риск. И если у нас не получится... Короче, чё будем сиськи мять? Звони давай, если есть кому. Колёса подождут. Нет. Прощаться это не в моём стиле. Но дело твоё. Долго мы с тобой сюда добирались, да? Только подумай. Мы начали, блядь, на сраной помойке. А потом ты пытался меня убить. Во-во, и не говори. А теперь я пытаюсь спасти твою шкуру. И спасу, будь уверен. Ну или позови по нам и её гудронных крыс. Но тогда все они будут на твоей совести. Или заключи сделку с Иросакой. И всю жизнь жалей, что продал душу дьяволу. Ладно, иди ты вместе с Бестией. У вас двоих больше всего шансов. Ты уверен? Назад откатиться уже не получится. Вперёд, Джонни. Я в тебя верю. Забирай тело. Только не убей нас на ростях. Спасибо, Ви. Я нас обоих вытяну. Вот увидишь. До встречи на той стороне. Нить её на гнев в любой момент. Так, погоди секунду. Ви? Не угадал. У тебя ещё одна попытка. Джонни. Вакака, я перезвоню. Чего тебе нужно, Джонни? Боже, кто-то умер. Что, не рады меня видеть? Честно говоря, не знаю. Почему? По-моему, в кино нам было классно. Мы больше не в кино, если что. И я, кажется, догадываюсь, зачем ты здесь, Джонни. Тебе опять что-то нужно. Запахло пиздецом. Конечно, нужно. Больше мне обратиться не к кому. Говорится, кто старое помянет. Ну, тогда, может, лучше поговорим о новом. Я же знаю, что ты пришёл сюда не просто так. Это тело. Я в нём. Я не могу. Сука! Ви умирает. Я пожираю его, как опухоль. Это пока ещё можно остановить. Только мне нужно... Нет, Джонни. Не начинай. Не говори мне, что ты хочешь кому-то помочь. Всё дело только в тебе. Ты никогда не думал о других. О, иди нахуй, милая. У меня мало времени, бестия. У тебя есть хоть какой-то план. Ты же лучший фиксер в городе. Вот ты и скажи, что нужно делать. Ты сказал нам? Ты же не хочешь всё пропустить. Погоди, погоди. Если я правильно поняла, ты предлагаешь мне стереть пыль с цунами и опять пойти с тобой против Арасаки? Бинго. Когда? Не знаю. Сейчас? Угу. А с чего ты решил, что я соглашусь? Потому что ты в долгу передо мной. А мы... Мы изменились? Я не знаю. Как насчёт того, чтобы это выяснить? Ты ведь поможешь мне в этом? Заткнись уже, Джонни. Прошу тебя, просто замолчи. Прошу тебя, просто замолчи. Сука, блядь. Каждый раз, каждый раз. Никогда не видел, чтобы трезвый человек спал больше 20 часов. Знакомились. Вот и замечательно. Бестия, что тут делает этот субъект? Он пилот. Подбросит нас до площади корпорации. Бестия. Я тебя обожаю. Ну ещё бы, Джонни. Иначе бы ты сюда не припёрся. Снаряга вон там, выбирай, что хочешь. Ага. Так и сделаю. А это что? Тормозные двигатели. Антигравы. Цепляешь их к ногам и можешь спокойно прыгать практически с любой высоты. Джонни, разберись сам. Ну не маленький. Ладно, ладно. Пестия. Что? Ты какая-то молчаливая. Всё нормально? Просто не могу поверить, что мы на это решились. Как в старые времена, да? Ого, как в старые времена. Видишь, сегодня ты валяешься в канаве, а завтра весь город лежит у твоих ног. Весь, сука, город! Да, и никто тебе не указ. Даже эти ёбаные хуесосы. Не знаю, чего мы добьёмся, но на уши всех поднимем точно. Пора ещё раз сыграть этому городу побудку. И три. Ого, это был Джуроджин? Загадай желание. Эй, отвлекитесь, нас заметили. Твою мать. Что будем делать? Идём по плану. Блять! Матур заделись! Води нас отсюда! Можно! Назад дороги нет! Будем испровизировать! Я делаю управление! Уэйланд, нам надо на верхние этажи! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Авитор главный! Блять! Обнаружено вторжение. Запуск протокола Хаябуса. Активация блокировки здания. Твою мать! Ты как? Жив ещё? Уэйланд остался в Ави. Оно разбилось у водопада. Я постараюсь с ним связаться. Потом надо будет найти кого-нибудь с ключом доступа, чтобы уехать на лифте. Уэйланд, слышишь меня? Что с тобой? Ты цел? Более-менее. Кажется, туземцы начинают проявлять ко мне интерес. Мы тебя вытащим. Никуда не уходи. Если бы я мог. Так, надо помочь Уэйланду. У нас нет времени. Пусть сам выбирается. Спасибо, что напомнил, какой ты мудак. Делай, что хочешь. Я пойду за ним одна. Надо же. Всего месяц назад я встречалась здесь с Митчика Арасакой. Пустые коридоры и офисы. Прямо как в тот раз. Помнишь? Конечно, помню. Ты с тех пор изменился. Повзрослел, наконец. А ты по-прежнему лучшая. Так. Комнаты охраны расположены этажом ниже. Надо как-то да не добраться. Твою мать. Упой, упой! Давай, подключай Каннингем через порту. Зал сетевых операций. 2067 год. Телохранители Зарасаки заслоняют императоры от пули убийцы. 2071 год. Служба безопасности Арасаки предотвращает массовые беспорядки в Сан-Франциско и спасает город. 2074 год. Херня. Знакомый взгляд. Тебя что-то беспокоит? Ты когда-нибудь задумывалась, зачем мы это делали? Делали что? Зачем ставили хром? Покупали пушки и воевали с корпорациями. Не знаю, Джонни. Сейчас уже сложно сказать. Мы были молоды, а у молодых вечно в голове насрано. Мы сражались за красоту. Мы не понимали, что хорошо и что плохо. Кто прав, кто виноват. Только красота имела значение. Кончаю уже философствовать. Сделаем дело, возьмем водки, тогда и поговорим про старые времена. О, тогда с меня водка. Люблю сказки про то, как раньше было. Вы прямо как мой дед с бабулей. Медранеры Арасаки начали штурм внутренней сети. Эти говноеды даже не успели ничего понять. Идем. Там за дверью будет спуск вниз. Мы настолько близко, что я почти чувствую поток данных. Мы практически у ядра. Остался только зал за перегородкой. Нельзя повернуть время вспять, Джонни. Но всегда можно начать сначала. Я от тебя помню, сука. Местья! Ты сдохнешь вместе со мной. Смышер, блядь. Смышер, блядь. Продолжение следует... Продолжение следует... Железный кусок дерьма. Бестия была намного лучше нас с тобой. Таких, как она, больше нет. А ты убил ее. Она знала, чем рискует. Помнишь Сильверхенда? Ты так радовался, когда меня обнулил. Даже не думал, что я могу вернуться и отомстить. Сильверхенд. Как это вообще возможно? Мы вернулись к тому, с чего начали. Только тогда я бы прикончил тебя сразу. А теперь... Ты всегда был тряпкой. Завали, Смэшер. Мы все изменились. Старые убеждения уже ничего не значат. 50 лет назад мы убивали во имя того, что считали прекрасным. Сегодня мы можем убивать только во имя прекрасных воспоминаний. Продолжение следует... Эй, Уэйланд. Чего, парень? Ты хороший мужик. Удачи, Сильвермен. Точка доступа находится перед тобой. Подключись к ней. Подписывайтесь. Не дайте меня на той стороне. Наверное, Альт уже скоро перенесет мой конструкт обратно в тело. И я даже не знаю, переживу ли я это. И чем вообще стану? Кстати, почему мы не чувствуем, как работает душегуб? Я был готов корчиться от боли. Временная анальгезия. Мы же потоки данных. Определенные ощущения можно заблокировать. Бла-бла-бла. Хуё-майо. Тебе что, Альт читала лекции про нейрофизиологию? Нет. Скинула данные за секунду. Неважно. Она ещё сказала, что уничтожит Микоши. Все, кто в ней есть, получат свободу. А потом она поглотит их всех и сделает частью своего массива данных. Значит, мы сделали, что могли? Дальше Альт справится? Нет. Да, блядь. В смысле? Я ошиблась, когда исключены из факторов тела. Реконфигурация ДНК шла слишком долго. Агрессивные препараты осложнили процесс. И иммунная система начала атаковать нейрофизиологию. Хватит. Говори по-человечески. Ви умрёт. Что бы я ни сделала, этого уже ничто не изменит. Проверь ещё раз. Похоже, что-то с анграммой Ви. Может, починишь? Проблема в физической оболочке. Нейронная сеть сильно деградировала. Любое вмешательство в работу мозга окончится смертью организма. Но ты же гений! Придумай что-нибудь! Хватит, Джонни. Заткнись. Мне надо подумать. Всё будет хорошо, Ви. Мы что-нибудь придумали. Я же попросил тебя, Джонни. Не пизди. Давай. Должен быть какой-то вариант. Дело Ви изменилось под воздействием биочипа. Теперь оно воспринимает его сознание как постороннее. С тобой всё иначе. Ты стал его полноправным хозяином. То есть, ты за то, чтобы твой бывший выгнал меня из моего тела? Изменения не обратили. Тебе уже нечего терять. А он может получить всё. Я не стану вмешиваться. Но пока контроль над телом остаётся у Джонни, он может делать, что хочет. Альф, дай нам минуту. Будешь уговаривать меня согласиться? Зачем? Чтобы совесть успокоить? Ты и так можешь делать с моим телом, что хочешь. Ты мой друг, Ви. Я бы никогда так с тобой не поступил. Ты же знаешь. Если мне всё равно умирать, давай сделаем по моему плану. Я ухожу. Ты остаёшься. Теперь тело твоё. Ну, если честно, я бы хотел ещё немного помотаться по миру. Джонни. Альф, что мне делать? Просто войди в колодец. Тело Ви будет твоим. А Самби станет частью меня. Тело Ви будет твоим. Субтитры создавал DimaTorzok Думаешь, кого-то ебёт, как ты выглядишь? Ещё есть немного времени. Как раз успею вас навестить. Немного, но мне больше и не надо. Нужна будет тачка. Стив. Поговорю со Стивом. Ох, Ви. Что-то случилось? Я вот послышал новый альбом Кёрзи с Мэттл Хэнс. Первые четыре трека. Гениальный. Нужна тачка, Надень. И хороший водитель. Надо уладить пару дел в городе. Не вопрос. Я довезу. Мама бесится, когда я не говорю, что ухожу. Хотя даже когда я говорю, она всё равно не слышит. Пошли. Что ты делаешь, засранец? Ухожу. Куда? А, никуда. Я только на минутку. Сейчас вернусь. А ну-ка, живо назад. Никуда ты не пойдёшь. Нечего шляться, слышал? Что тебя на нормальную работу не берут. Бля, ты что, опять мои ключи спёр? А ну домой, засранец. Хули тебе надо? Свою машину купи, паскуда, и отвали. Может, Стив и сидел бы дома. Будь это нормальный дом, а не вытрезвитель для бомжей. А у тебя-то самого что, лучше? У меня нет ребёнка. Не возьмёшься за ум, у тебя тоже не будет. Ходись! А теперь бредит на своей грёбаной гитаре с утра до ночи. Сила надо держать в строгости. Если он не перестанет, я... Я убегу. Не надо. Через пару лет сможешь уже переехать и забыть о нём. Может, даже простишь его. Когда-нибудь, когда вырасту, и стану крутым, как ты. Куда едем? В машину времени. О, я там один раз видел Керри Евродина. Ты ш... Начинай писать песни. Если не будешь халявить, со временем начнёт получаться что-то путное. Чем раньше начнёшь, тем лучше. У меня есть уже в голове пара мелодий. Круто. Со словами только плохо. Всё, что я придумываю, или уже было, или звучит по-идиотски. Я просто не представляю, о чём писать. Будь искренним. Пиши правду. Особенно, когда пишешь о чувствах. Не понимаю. Как я могу врать о своих чувствах? Просто не пиши песен о любви, если ты не влюблён. И не пиши грустной херни. Только потому, что в грусти, типа, есть красота. Ммм... Понял. Ну всё, приехали. Ага. Подождёшь минутку? Не, я с тобой. Посмотрю, что новенького вышло. Говорят, у вас тут бывает керри Евродин. Это лучший музыкальный магазин в Найт-Сити. Тут все бывают. А знаете, почему ещё? Ещё не знаю, но... кажется, сейчас выясню. Потому что я не шпионю. Никому не продаю инфу. И не распускаю сплетни. Так, чем вам помочь? Я ищу гитару. Электрическую. Смотрите. Мне нужно что-нибудь приличное. А с этими что не так? Безобидно мне нужна настоящая гитара. У меня есть на неё деньги. А, так бы сразу и сказали. Пойдёмте. Я с вами. Окей, может, научишься чему? Как вам? Вау! Охренеть просто! Слева новые хроматиксы и хендерсены. Винтажные модели сзади. Де Лу Сорфин? Не подделка? Сами гляньте. Спокойно, я просто спрашиваю. Вроде настоящая. Хорошо сохранилась. Сколько ей лет? Семьдесят? Ха, больше девяносто. Порожки из чёрного дерева. Попробую вот эту. Конечно. Вы тут, в общем, смотрите, пробуйте, а я пойду. А то у меня вынесут полмагазина. Первый раз слышу, чтоб кто-то так играл Сильверхэнда. Я читал, что он вообще ни у кого не учился. Просто сам до всего дошёл и придумал свой стиль. Как ты это делаешь? Ты играешь прямо как он. У тебя хороший слух. Сильверхэнда не подделаешь. Но ты же можешь. Я слышал. Видимо, есть во мне что-то от него. А может, я и есть Джонни? Чего? Слушай, Джонни было бы сейчас сто миллионов лет, а ты совсем молодой. Да понимаешь, это просто тело. Такое уж мне попалось. А внутри я тот, кто я есть. Ну да, ну да. Кажется, ты ещё больше психонавт, чем я. Лучше объясни, как ты это делаешь. Забей. Лучше придумай собственный стиль. Для этого просто нужно много практики. И талант. Талант у тебя есть. Да? Ты правда так думаешь? Ну, конечно. Я теперь не говорю того, чего не думаю. Самый лучший день. Чёрт, аж руки трясутся. Рокеры-мятежники, они всегда говорят прямо. Попробовал я так с отцом. Это плохо кончилось. Любому настоящему мятежу нужно время. Не понимаю. Не знаю, как тебе это объяснить. Такие вещи приходят с опытом. Ты странный, но ты мне нравишься. Да, ты мне тоже, малыш. Сыграешь ещё? Нет, нет времени. Пора платить и дельтовать отсюда. Возьму выбор. Ну? Классный выбор. Рада, что она попала в хорошие руки? Может, что-нибудь ещё? Нет, спасибо. Пожалуйста. Пока. Дельтуем отсюда. Осталось ещё пора делать. Ладно. Поехали. Я готов. Куда едем? На кладбище. Как скажешь. Ох, Ви. Спасибо за... Да вообще за всё. Я буду умнее. Больше таких ошибок не сделаю. Прощай. Эй, а это что такое? Угостить? Я больше не курю и тебе не советую. Вредно для здоровья и для души тоже. Куда теперь? Я должен успеть на автобус. А кто-то близкий, кого ты навещал, он давно умер? Нет, не очень давно. Скучаешь по нему? Немного. Да. Когда умер мой дедушка, я очень по нему скучал. А теперь уже только иногда. М-м-м. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не уезжай! Эй! Спрыгни! Стой! Стой! Гитара! Ты забыл гитару! Я не забыл. Ничего я не забыл. Ты уже не забыл. Я пойбал. Я забыл. Я забыл. Мneg Dual. Я не забыл. Ну, я сошел этот вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok